Доброе утро, дорогие мои! Благословение Господне каждому из вас! Замечательно! Сегодня первый день пятой недели, и мы с вами программа 26 недель пророческих посланий. С вами сегодня Самсон Ачампун, и моя молитва, чтобы Божье Слово принес вам перемены и благословения. Халилуя! Потому что благословение Господне обогащает, а печаль с собой не приносит. Я молюсь, чтобы в этой неделе у вас не было печаль, а Божье благословение, благодать, милости, мир, здоровье, исцеление умножалось в вас. И еще, чтобы вы просветали и имели большой успех в этой неделе. Амин! Мы сегодня дошли до Салом 35 глава, 5 стих, который утверждает о Боге, о том, что Он есть Тот, Который сотворил небеса премудро, ибо вовек милость Его. Когда милость Божья проявляется, мы увидим, как Бог творит все премудро. Поэтому Бог, Он есть творящий все премудро. То есть, Он творит все с мудростью. И когда Бог что-то делает с мудростью, поверьте мне, это красиво, это замечательно, это благословение, это приносит пользу. В Боге нет глупостей. Даже то, что люди считают глупостей в Боге, это мудрее все мудрости взяты вместе в этом мире и мудрости человечества. Поэтому я уверен, что в этой неделе Бог будет что-то делать для вас и для меня со своей мудростью. О, хорошо! И прекрасно! Когда Бог по милости своей что-то делает, и вы, и я, мы понимаем, что это только по мудрости Бог может это делать. Давайте, когда мы читали Солом 135, 5 стих, он говорит, который сотворил небеса премудро. Нам нужно понять, как Он это делал. И Битие 1 глава нас учит и говорит нам, как Он это делает. Он сотворил небеса или небо второй день. И 6 стих, вот что там написано. И сказал Бог, да будет тверд посреди воды, и да отделяет она вода от воды. И создал Бог тверд и отделил воду, которая под твердой от воды, которая над твердой и стала так. И назвал Бог твердым небом. И был вечер, и было утро, день второй. Халилуя! Халилуя! Когда Бог начал сотворить мир, на второй день Он мудро подходил к Своему делу. И Он сказал, да будет что-то. Да будет что? Тверд. Что это? Небо. Он назвал небо или тверд небом. Он говорит, да будет тверд. И этот тверд, что-то было с этим твердым. Он сказал, она была посреди воды. То есть, вода окружала тверд, который потом назывался небом. И Он говорит, что-то должно произойти. Отдели она от воду, отдели воду от воды, чтобы появился тверд. Чтобы она была ясна, видна, четко и красива. Халилуя! Халилуя! Когда милость Божия проявляется, начинается определенное действие Божие. И действие Его часто заключается. Он что-то отделяет от чего-то. Чтобы что-то проявилось. Чтобы красоту чего-то открылось. Чтобы была красива, прекрасна, замечательна и чудесна. Халилуя! Халилуя! И Библия, Он взял воду и отделил от воды, чтобы тверд открылось. Моя молитва, чтобы в этой неделе Бог что-то сдвигнул из твоей жизни. Один налево, второй направо. Чтобы то, что должно открыться в твоей жизни, который до тих пор не открылся. Чтобы она открылась. И красоту Божьей благословения была видна над вами. Дух Святой, который вы приняли. Все, что мешает, чтобы Дух Святой двигался в вашей жизни. Я молю, чтобы все эти препятствия сдвигнулись налево, направо. Чтобы Дух Святой открылся и двигался через вашей жизни. Написано. Те, которые Он призвал, оправдал и прославил. Халилуя! Халилуя! Когда мы с вами смотрим на небеса и созрезает красоту Его, мы просто наслаждаемся все, что на небе. Я молю, чтобы в этой неделе, начиная с этой недели, пророчество в вашей жизни, что что-то откроется. То, что давно должен открыться, но по какой-то причине еще не открыться. Да будет прорыв в конкретной сфере вашей жизни. Во имя Иисуса Христа. Халилуя! Бог премудро все делает. И когда Бог что-то мудростью делает, это становится прекрасным. Халилуя! И я хочу, чтобы мы с вами, это серьезная тема, мы понимали, что есть красота Божьего творения. Все, что Бог творит, Он творит нежно. Представьте себе, как хирург работает, чтобы достигать успешного результата. Бог больше так работает. Он лучше хирург. Фактически представьте себе, как целительный, исцелительный. Поэтому в нашем здоровье, в нашей жизни, где нужно хирургическое вмешательство, я молю, чтобы в начале этой недели, первый день, пятая неделя, вы пережили, вы получили вмешательство Божье в ваше состояние, которое откроет красоту, откроет ваше здоровье. В полноте, халилуя! И просветание, и благословение, и мир, и в отношении, все, что нужно вам, чтобы Бог открыл это прекрасно. Халилуя! Есть красота, когда смотришь на небеса, видите красоту? Видите красоту? Значит, есть красота дела Божьего, когда Он делает это с мудростью или премудростью. Халилуя! И я хочу обратить наше с вами внимание на следующий вопрос. Источник этой мудрости. Источник этой мудрости. Источник этой мудрости. Если Бог премудро сотворил небеса, и это явление, милость Его, которая пребывает вовеки. Значит, Бог способен, если Бог это делает, значит Бог способен давать мудрость людям. И давайте посмотрим исход 31 глава, 3 стих. Написано. И я исполню Его Духом Божьим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством. Для чего Бог исполняет человека мудростью? Он исполняет его, первым, Духом его, и добавляет мудростью, разумением, ведением, также и всяким искусством. Для чего? Чтобы работать из золота, серебра и меди. Резать камень для вставления и резать дерево для всякого дела. И вот я даю ему помощникам Аголиала, сына Ахисамахова, из колена данного, и все, если всякого мудрого, вложил и мудрость, дабы они сделали все, что я повели им. Удивительно, Бог говорит об этом человеке, что он что? Дает ему Дух при мудрости. Его Дух он дает ему, и дает ему мудрость, для чего? Чтобы что-то делать. Делать как? Красиво. Сделать что-то, так как Бог повелел ему. И все, что Бог делает сам, он делает красиво. При этом, когда он дает мудрость человеку, он дает ему ту же мудрость, которую в нем, чтобы он сам Бог увидит то, что он хочет. Потому что его мудрость все сделает красиво. При этом, когда у человека есть мудрость Божия, или мудрость Божия открывается через человека, все, что он делает, становится красиво. Он с Божьей мудростью что-то делает из золота, серебра и дерева. И это не твоя мудрость, это Божия мудрость, которую он делает. И моя молитва, чтобы этот творческий дар, это уникальная премудрость Божия, пришел каждому из нас во имя Иисуса. Поэтому это то, что очень нужно. Бог дает мудрость. Халлилуйя. Бог дает мудрость для творческих дел, для творения, для сделанного чего-то прекрасного. Халлилуйя. Я молитву, чтобы потенциал мудрости Божии, который открылся в этой неделе. В начале этой недели, это начало чего-то большого. Почему? Потому что у Бога есть большой план. Создать небо, это великолепный план. И Бог сделает тоже с нами Иисусом. Халлилуйя. Халлилуйя. Бог дает мудрость. Книга, послание Якова, первая глава. Давайте посмотрим. Послание Якова, первая глава. Бог говорит, если у кого-то не достает мудрость, он будет обратиться. И вот там написано. Пятое стих. Если же у кого из вас не достает мудрости, допросить у Бога. Значит, от кого мудрости? От Бога. Халлилуйя. Мудрость от Бога. Допросить Бога. Дающее всем просто без упрёдков. И даться ему. О, халлилуйя. Халлилуйя. Когда у человека не хватает мудрость, это значит, что он будет творить много чего по глупости. И когда мудрость... Мудрость просто обнаружит красоту в жизни. Мудрость открывает красоту в жизни. Мудрость дает лучшее в жизни. И когда не хватает мудрости, мы приносим разрушение. Мы всё, что делать, не получается. Поэтому, потому что не хватает мудрости. Но когда не хватает, Бог говорит, проси у меня. Сделайте это обязательство, что ты ничего не будешь делать, не прося у Бога мудрости. Мудрость для житья. Мудрость для сужения. Мудрость для работы. Мудрость для занадотношения. Мудрость для любви. Мудрость для всего. Без мудрости мы творим глупости. И что бы мы ни делали, мы не находим красоту и более того удовлетворение в том, что мы делали. Мудрость руководит нас к ожидаемым результатам. И приводит к довольству и радости. Халлилуйя. Он говорит, если не хватает, проси. Потому что Бог что делает, даст тебе. Он есть только что, дающий, дающий всем просто. Без обязательства. Просто проси. Халлилуйя. И ты получишь. Без упроков. Халлилуйя. Но проси с чем? С верою. Потому что, когда ты сомневаешься, ты как буширующий в вороне вода. Ты непостоянный. Непостоянство – это признак отсутствия мудрости. Мудрость приносит стабильность. Мудрость утверждает нас. Мудрость укрепляет нас. Халлилуйя. Я молюсь, чтобы мудрость Божия утвердила кого-то сегодня в чем-то хорошего, красивого, замечательного, благословенного и прекрасного. Во имя Иисуса Христа. Халлилуйя. Мудрость делает все прекрасно. Мудрость все меняет и делает все замечательно. Притчи. Когда мы смотрим притчи. Открутите со мной притчи. Четвертая глава. Пятый стих. Написано. Приобретай мудрость. Приобретай разум. Не забывай этого. И не уклоняйтесь от слов из уст моих. Не оставляйте ее кого? Мудрости. Она будет хранить тебя. Люби ее. Она будет оберегать тебя. Халлилуйя. Бог дает мудрость. Халлилуйя. И он говорит, приобретай мудрость. Значит, мудрость возможно иметь. Мудрость, которую Бог дает, возможно иметь. И он говорит, приобретай. Значит, сделать все, что ты можешь и приобрести мудрость. В седьмой стих. Главное мудрость. Скажите. Главное для меня мудрость. Почему? Он говорит, приобретай мудрость им. И всем именем твоим. Приобретай и разум. То есть, даже если приходится продать все. Ваше имение. Чтобы иметь мудрость. Мудрость воздать тебе обратно. Мудрость воздать тебе обратно. Потому что высока цена ее. И она возвесит тебя. Она прославит тебя. Если ты прилепишься к ней. Возложит на голову твою прекрасный венок. И доставит тебе великолепные венцы. Халлилуйя. Что мудрость сделать? Умножит тебе лето жизни. Халлилуйя. Поэтому мудрость Божия. Это сила Божия. И мудрость от Бога. Халлилуйя. Есть преимущество мудрости Божьей. Мы здесь причисляем, что у нее цена высокая. Она возвесит тебя. Промощь. Она поднимет тебя. У тебя будет высший уровень жизни. Халлилуйя. Она что-то прославит тебя. Если ты что-то прилепишься к ней. Дружись с мудростью Божьей. Возложит на голову твою прекрасный венок. И доставит тебе великолепные венцы. Она прославит тебя. Невидимая Божья рука будет с тобой. Невидимая сила Божья будет двигаться через тебя. И будет защищать тебя. Мудрость умеет устроять дом. Устроять дом. И также устроять твою жизнь. Халлилуйя. Халлилуйя. С мудростью дом устраивайся. С мудростью жизни созидайся. И Бог хочет для этой недели вам подарить такую мудрость. Халлилуйя. Халлилуйя. Я хочу обратить наше внимание на то, что Бог есть Дух. Значит, Бог свекиесенственный. И мудрость Божья – это свекиесенственная. Есть два вида мудрости. Есть земная мудрость и есть свекиесенственная мудрость. Есть мудрость земная и есть мудрость из выше. Иаков 3 глава. Иаков 3 глава. Давайте посмотрим, что написано. Иаков 3 глава. что Библия говорит халлилуйя 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 15 стиха но до 15 я бы хотел читать 13 мудрый ли и разум кто из вас докажи это на самом деле добрым поведением с мудрою кротостью но если в ваше сердце вы имеете горькую зависть светливости то не хвалитесь и не легите на истину это не есть мудрость не сходящая свыше но земная душевная и бесоская ибо где зависть светливость там не устройство и все худое но мудрость скотящая свыше во первых чистая потом мирно скромно послушливо полное милосердие добрых плодов беспристрастно халлилуйя и лесомерно не лесомерно бложье правды в мире селеза у тех которые хранит мир удивительно 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 послушайте мне дорогие есть земная мудрость и мудрость не сходящая и свыше земная мудрость это выражается такими вещами зависть когда человек завидует он думает что он мудрый он думает что вот я поступаю мудро что я завидую но это не является божьей мудрость называется земная мудрость завидовать земная мудрость быть светлым земная мудрость что приводит неустройство и все становится худое все что приносит неустройство все решение которое приносит неустройство все решение которое дает состояние хуже или худое то есть то ли семейные отношения То ли по работе, то ли по служению То ли по личной жизни Написано Это земная мудрость Неполезна Что более полезна Мудрость Несходящая из выше Мудрость Сходящая из выше Что это делает? Первое, она чистая Она приносит чистоту Чистоту во всем теле Чистая Эта мудрость чистая Она и мирно Приносит мир Мир во всем У кого есть мудрость Он строит мудрость Библия говорит Имейте мир со всеми Старайтесь иметь мир со всеми Святость, без которого Никто не увидит лицо Господа Человек, который хочет иметь И переживать Бога Его присутствие И вид его лица Его рука Действующая его жизнь Он стремится иметь мир со всеми И иметь мир со всеми Это не значит Ты глупый Это значит Ты мудрый Даже когда ты прав И сделаешь шаг Пути мира С кем-то Мир в семье Мир соработника Между служителями В одном городе Между церквями Между верующими Между сотрудниками Когда ты сделаешь Это шаг мирный Он идет к нам первым Для чего? Чтобы спасать нас от грехов Чтобы исцелить нас от немощи и болезни Как красиво работает устраивающая мудрость Божия Поэтому человек Который наполнен мудрость Божия И премудрость Божия И свыше Он идет спасать людей от грехов Он идет избавлять людей от дьявола и беса Он идет устраивать все мирно И все Чтобы все было хорошо Не худое Он не приводит Как называется Безустройство Он приносит устройство Порядок Жизни людей Города Семья Аллилуйя Любой человек Наполнен мудрость Божия Решает Вопросы Которые приносят Благословение людей Он не светливый Он не стремится К тому Что приносит Неустройство Он не завидует Он не завидует Меня легко определить В каком мудрость Когда человек завидует Кого-то Я понимаю У него наполнено Что Земная мудрость И вот Что говорит О земной мудрости Написано Земная мудрость Это душевная И бесовская Земная мудрость 15 стих Земная мудрость Душевная И бесовская Поэтому Мудрость Извыше Побеждает Земная мудрость Земная мудрость Мудрость от Бога Синее Мудрость Земной И я молю Чтобы у вас была Эта Небесная Мудрость Халлилуйя 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 У меня есть еще Мудрость В Иисусе И он сказал Это будет проявиться Тоже у вас Потому что Как отец Послал меня Так я послал И вас Халлилуйя Мудрость Божия Когда есть на тебе Помогает Помазание Бессредоточное На цели И помазание Работает На результат Халлилуйя Потому что Можно быть Помазание Но без мудрости Будет творить Глупости Есть многие люди Имеют Божие знания Знание Слово Божие Помазание Но не хватает Мудрость Но откуда Мудрость Мудрость По Притче Притче Двятая глава Хочу прочитать Это местописание Притче Двятая глава Халлилуйя Халлилуйя Притче Двятая глава Дает нам Понять Начало Мудрости Десятая стих Начало Мудрости Страх Господень Познание Святого Разум Потому что Через меня Умножаются Дни твои И прибавляется Тебе Ледь Жизнь Если ты муд То муд Для себя И если Будем То Один Что Потерпишь Халлилуйя Женщина Бесрассудная Шумливая Глупая И ничего И не знающая И вы знаете И так же с мужчинами Не только с женщинами Мужчины Бесрассудные Тоже Такой же Шумный Суть здесь Страх Господень Начало Мудрости Страх Господень Страх Господень И познание Святого Разум Что То есть Мудрость Начало Мудрости Когда человек Приближается К Богу Страх Господень Приближается К Богу Бить Близко К Богу Когда Бог Близко Ты тоже Близко К Нему Ты тогда Познаешь Его Познаешь Бога Ты познаешь Разум Ты познаешь И будешь Иметь Его разум Его ум Как написано Иметь ум Христова Как ты будешь Иметь ум Христова Если меньше Отношения Общения С Ним Поэтому Хочешь иметь Мудрость Надо иметь Страх Господний Не испуг Не боясь Ним А Приближаться К Богу Что это дает Во-первых Умножая Дни твои Кто хочет Чтобы дни Его умножался Халлилуйя Как вот Ключ 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 Умножение Дни твои Халлилуйя Приближайся К Богу Приближайся К Богу Приближайся К Богу И написано И прибавится Тебе Что Ледь Жизнь Кто хочет Жить Долго Я Я мечтаю Жить Сто лет Я был Только что В Скотовке Приехал Вчера Я встречался Удивительной Женщиной Тамара И есть 92 года Полная Мудрость Божьей Полной Любви Энтезиазм И зрение Четко Мягким буквам Читаюсь И замечательная Женщина И я сказал Помоли За меня Я сказал Я хочу Жить Тебе 92 И ты Еще Говоришь Слово Божье А я Хочу Жить Сто Лет Еще Поповерить Она Спрашивает А почему Не Сто Двадцать Я Я Не Против Я Не Против Слово Я Буду Поповерить Только Слово Божье Лето Жизни Прибавляется Благодаря Мудрости Божьей Что Мудрости Божьей Делать Поймите Что Любая Болезнь Это Начало Смерти Любая Болезнь Это Начало Разрушения Присутствие Беси Это Начало Разрушения Мира Покоя И Жизни Человека И Приводит Его Вниз Нище И Ад Но Мудрость Божья Примудрость Божья Которая Открылась Во Кресте Что Эта Мудрость Делает Эта Мудрость Приносит Спасение Эта Мудрость Приносит Изменения Эта Мудрость Приносит Перемены Павел Пишет Второе Куринфионом Пятая Глава Семен Семен И Так Во Кресте Все Новое То Есть Колоссальные Перемены Это Недели Вот Пророческие Поставки Колоссальные Перемены Колоссальные Изменения Взаимно Встречи С Богом Страх Господний Начало Мудрости Халлилуйя Прибавляет Лет Жизни Халлилуйя Умножает Дни Твои Добрые Халлилуйя И Иисус Придя Он Пришел Отнять От нас Жизнь Фактически Сказал Сатана Как Вод Приходит Украсть Убить И погубить Но Я Пришел Чтобы Вы Имели Что Жизнь С Избитком Жизнь С Избитком Это Не Болезни Это Не Разрушение Это Не Это Не Разделение Это Не Развод Это Не Уменьшение Людей Церкви Твоей Это Не Закапывание Талант Нет Это Открытие Полный Потенциал Действия Это Когда Все Открывается Один Двигается Налево Направо И Твердо Проявляется Что Внутри Что Бог Вложит Тебе Открывается На Позу Твоей И На Окружающей Тебе И На Народа И На Стране И Сего Мира Аллилуйя И Вот Одно Что Он Сказал Когда Вы Примите Дух Святой Вы Примите Сыру Когда Он Сойдет И Что Начинается С вами Вы Начинаете Говорить Обо Мне Свидет Обо Мне Начинаем Поместить Ваши Цепи Ваши Города Ваши Области Вашей Стране И До Международного Ура До Край Земли Вот Что Мудрость Божьей Оно Ведет Нас Дальше И Он Возвесит Тебя То Дад Тебе Промощи Дад Тебе Восвящение Поднимет Тебе И Прославит Тебе Аллилуйя В этой Неделе Это Начало Благословения Начало Бог Поднимает Тебе На Высшем Урове Твоей Жизни Твои Дела Твои Финансы И Твое Служение Во имя Иисуса Христа Только Приближаетесь К Богу Иоан Накаде Тяжелым Положением Матфея 11 Глава Он Послал Своим Ученикам К Иисусу Чтобы Заинтересовал Одну Вещь Он Сказал Ты Леток Который Должен Прийти Или Нам Ждать Другого Иисус Это Мудрость Бог Сам Он Есть Мудрость Нам Нужно Ждать Другого Кого Еще Иисус Сказал Ученикам Исус Идите Скажите Иван Что Мудрость Делать Что Я Творю Скажите Ему Слепые Прозревают Лучше Чем Слепота Прозрение Лучше Чем Слепота Старое Уходит Новое Появляется Хромие Что Ходят Старое Уходит Новое Появляется Третье Мертвое Воскрешается Старое Уходит Новое Появляется Халли И Скажите Ему следующее. Блажен человек, который во мне не соблазняется. Аллилуйя. Благословение еще приходит. Первое. Супер прозревает, глухие слышит, хромие ходят, мед воскрешается и благословение приходит тем, которые не соблазняются во кресте. Я молюсь, чтобы с этого дня ты больше не соблазнится во кресте. Есть люди, которые соблазнились, потому что кто-то обидел их, кто-то ранил их, они уходят из церкви, они считают, что их обиделим. Другие считают, что постаре тоже, некоторые слушатели считают, что члены обиделят и дрожат Богом. Пока мы дрожим Богом, мы разрушаем себя. Это не мудрость из высших. Простите, согрешившие против тебя. Иисус сказал, Библия говорит, что как я прости вас, так вы прощаете, любите, любите врагов твоих, любите ближнего, аллилуйя, благословите их. Он говорит, воздавай злом за злом. Наоборот, благословите их. Это есть премудрость Божия. И когда эта мудрость есть в тебе, ты развиваешься, ты поднимаешься, у тебя успех гарантирован. Господи Иисусе Христе. Я побуждаю все вас. Этой неделе пусть будет на самом деле начало чего-то нового. Старое уходит, новое начинается. И это новое название служения примирения. Господь даровал нам, собрался в 2 Корифе, 5 глава. Я даю вам слово примирения, служение примирения. Он сам как мудрый примирился с нами. Мы согрешили, мы больны их, мы умираем, мы идем в ад. А мудрость приходит к нам, чтобы спасать нас. Мудрость спасает, мудрость не разрушает. Поэтому последнее слово. Этой неделе добудет начало спасения в вашей жизни. От грехов, немощи, немощи, немощи болезни. И помните, мудрость от Бога, которую Бог использует, прибавляет лет жизни. Умножает дни твои. И эта неделя никакая болезнь, никакая проблема не отнимет от тебя дни жизни твои. Не отнимет от тебя лета жизни. Ты будешь жить долго. Скажите, я буду жить долго. Мои дни будут сочными. Мои дни будут благословенными. Мое служение будет прекрасно. Моя работа будет развиваться. Моя семья будет счастливая. Мои дети будут успешны. Они будут знать Бога и будут наполнили Божьей мудростью. Благословляю тебя, чтобы мудрость Божьей проявилась в вас. Просите сегодня. Обязательно. Он дает мудрость. Просите. Следующая неделя мы будем говорить о дарах духовных. И один из даров, дух премудрости. Как оно проявляется. И преимущество этой дары. И что может быть препятствием проявления дары на позу. Потому что написано. Проявление Духа дается на позу. Не на разрешение. Халлилуйя. Благословляю вас. Начало перемене. Начало нового действия Божьего твоей жизни. И запомните. Это начало нового свидетельства. Старый уйдет. Новое начинается. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Делитесь это пострадание с вашими друзьями. На вашей странице. Халлилуйя. И пригласите знакомых ваши. Чтобы подключились из вашей церкви. И чтобы свободно распространилось для их блага. Во имя Иисуса. Будь моим верным партнером. Моли за меня. И помоги мне это слово передавать другими. Пусть Господь благословит вас. Запомните. Недели. Это Бог творящий. Все бодро. Аминь.